Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Притчи премудрого Соломона, 1 глава, 7 стих. Начало мудрости страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Это не полный текст, потому что Библия издана не в православии, хотя и в синодарный перевод. Считайте дальше, что написано? Благоговение к Богу – начало разумения. И только глупцы презирают мудрость. Мы привыкли говорить о Боге, как нас научили. А нужно смотреть, как Писание говорит о Боге и его отношении к нам. Иоанн Златоуст сказал 8 слов к иудеям. Я неделю занимался ими, математикой. И получается так. 305 раз он открывает Библию. 8 речей. В каждой речи он ссылается на 38 мест Святой Библии. А сколько он сослался в действительность, мы не знаем. Потому что магнитофонов не было, а записывались скорописцы. Во время службы они писали, и никто им не говорил, что этого делать нельзя. Люди рукоплескали, хлопали в ладоши, как на стадионе. Другой обычай был. Это в церкви, это в литургии. Мы многого не знаем. Первая постфельская церковь, в церкви был танец епископов, радость, которую нельзя было открыть. Веселыми ногами, мы же церковные правила считаем, пасхальное песнопение. Не возврат к прежнему, а строить свой ум. Правда у Бога. И любой вопрос разрешается только по священному Писанию. Начало мудрости страх Господень. Начнешь говорить, а ты меня не пугай. Это наши люди говорят. Я говорю, Суд Божий будет. А ты делаешь такие дела, разносишь худые молвы. Ты меня не пугай, Судом Божиим. Это полное безумие, это полное неверие, это отречение от Библии. Слово страх в Библии встречается 229 раз. Это человек 229 раз говорит, отстаньте от меня. Страшно. Страшно. 189 раз. Из них в Новом Завете 146 раз. В Новом Завете 146 раз Бог говорит, убойся меня. А человек говорит, не пугай меня Судом Божиим. Ничего более страшного нет. Он так и называется. Страшный суд. Оба слова с большой буквы. Страшный. И когда братья спрашивали Ефрема Сирина, рассказать подробнее, как суд Божий будет, он ничего не мог ответить. Он плакал и плакал. Братья, не спрашивайте. Содрогнутся горы. Море исчезнет. Земля отдаст всех данного мертвецов. Веришь ты, не веришь, по-твоему, не будет. Все встанут. И ни на ком, никакой одежды нет. И где будет князь, где царь, где раб, это Бог покажет. И перед престолом, единственный раз в Библии, говорит Данил, протекает огненная река. А для чего? Все должны перейти, и нам она предстоит. Праведник выйдет, как очищенное золото заблестит. И над ним будет написано, кто он был. Самое главное его название. Конечно, высший это мученик, исповедник, пророк. А нечестивый выйдет, как головня обгорелая. Но сохранится от уничтожения, как сектанты учат, что ничего не будет, сгорит, как солома, и все исчезнет. Нет. Когда мы читаем 24-25 главы Евангелия Апопея, там написано. И пойдут сии в муку вечную, запятая, а праведники в жизнь вечна. Если ты признаешь слово вечное праведники, то отрицать муку вечную очень сложно. Хотя слово вечное имеет разное значение. Сейчас мы склонимся перед Богом в разуме своем. Что нам скажет Господь, к нам, конкретно, к каждому? Я попрошу брата просчитать это, чтобы это не мои слова были. Вот я говорю, открыть Евангелие от Иоанна, 14-27. И вы представляете, Евангелист Иоанн, как он выглядел, мы не знаем, он сидит и пишет. На каком языке? На родном еврейском. Дальше переведут греки на свой, септуагенты. Четыре перевода греческих будет. Симок, Педатион, Акилок. Иоанн, Златоуст. Четыре перевода держит перед собой греческие. Он сам грек, но переводить не берется. А сегодня два-три слова узнает человек и начинает опровергать. Чтобы переводить, надо знать свой язык и язык еврейский. Так же одинаково. Такие, как папский Герасим Петрович. Он писал учебники для школ евреев. Это высший никто не знает. Или Хмольсон Данил Аврамович. Уверовавший, принявший православие. Найвысшее звание, какие люди имели только. Таких переводчиков вообще нет сегодня. Они сверяли, как эти места переводили святые отцы. Иоанна, 14-27. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Не устрашается. Приходят разные правители. На Русь сколько приходили? Шингис. Какой только не было. И Мамаева побоище было. И переворот. И убийство царя и детей его. Приходил фашизм. Коммунизм. Все рухнуло, как бы никогда не было. И принесены миллионы жертв. А Господь говорит, не бойтесь, не ужасайтесь. Ибо вам уготовано царство небесное. Чем бы ни угрожал брат, ты скажи, Господь сильнее всего. И на небе явится знамение Сына Человеческого. Я разговаривал с сектантами многих течений. Ни один не может ответить. Это Христос. Я говорю, за этим Христос дальше. Не может Христос за Христом приходить. А что это? Я вам зато вот это крест. Знамение Счестного, Житворящего Христа. И три причины я живу. Первая. Чтобы прославить Бога. Что Он отдал Сына Своего Единородного, Господа и Бога нашего Иисуса Христа на казнь. И мы не просто совершаем крестное знамение. А мы обороняемся от вражеской силы, которая всюду. Вот сейчас сказать, что здесь присутствуют ангелы-хранители. Мы не видим их. Но здесь присутствуют демоны, падшие с неба. И ужас их страшен. Когда Матавилов просил Серафима Сановского, нельзя ли посмотреть, он ужаснулся. Нет. Вид их отвратен. И они здесь. Что на ритургии бывает? Я вам отвечаю. Ни одной ритургии без меня нет. И жития святых подтверждает это. Настоятеля нет, а в это время стоит кабан-дитий с обрезанными ушами. Это значит еретик. Не бойтесь и не устрашайтесь. Второе Петра 2.10. Что нам скажет рыбак Петр? А наибачи те, которые идут вслед скверной похоти плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольные и не страшатся злословить высших. Вот вдумайтесь. Одно предложение. Сколько где вы не говорили. А как вы относитесь к такому правителю, к своему? А мне не заповеданно иначе относиться, а как молитесь за царей начальствующих. Мне ничего и больше не сказано. А вот такой-то там он сидит. Суть я. Сохрани Бог вас от мятежа. За ними идти на какие-то демонстрации. Название-то демон, страсть. Тут ни одной буквы не надо добавлять. А они лучшие, но у них ничего нету. Кроме противления Богу. И так они не страшатся злословить власти. Никогда не присоединяйся к этим разговорам. А скажи нам заповеданно молиться, чтобы жизнь проводить тихую, безмятежную, безмятежей. Римлянам 13.3 Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Сколько есть верующих, которые имели награды во время войны, не воюя. Православного такого призывают. Я не могу убивать людей. К расстрелу. Подошел генерал и спрашивает. А где ты был до этого? В монастыре трудником. Я не монах, но так было. А что умеешь делать? Сапоги тащать. А еще что? Любой хлеб могу состряпать. И начал перечислять. Могут оставьте, убьете, что вы получите с него. И в конце с разных дивизий обращались к нему за помощью. И получил награду, что удивительно. Я оружие выкину взял. Бог сделает так, что ты и не согрешишь, и будешь иметь награду. Я Библией занимаюсь 58 лет. Усиленно считаю каждый день. И в малой столице не знаю, как объяснить златоустых. Как? Сохранилось выражение. Слова златоуста-это слова Павла. Дальше. Слова Павла-это слова Христа. Мы так должны относиться трепетно к мужу веры. Муж, который положил все на алтарь Божий. Я говорил о златоусте. И он обращается в каждом слове, в среднем, 38 раз. Я прослушал заповеди, считается, с какой скоростью примерно, сколько букв на Галурском, на Греческом. Так прикинул златоуст. У него в среднем 30-35 минут проходить было. И получается, на каждой минуте один раз открывал Библию. Как он мог открывать, когда не было ни глав, ни стихов? Никак не могу понять. Мне легко это, потому что разбитый, я называю глава стих, ты открыл? А то свитки еще были. Переплет от этого не было книг. Для меня это осталось тайной. Это внутри он все знал. И говорит, я вам рассказываю то, что сказал Бог. А человеческие ваши басни сгонят и исчезнут. Вы ничего не будете отвечать на суде Божьем. А мы на Исея сошремся. Он сам будет судим. А я на такого святого. Он тоже будет судим. А если Писание, ты скажешь, так говорит святая Библия и указано место. В этим ты оправдаешься. Потому что само событие, как произошло оно и угодило ли Богу. Вот израильский народ ходит в обетованную страну. Воюют. Ни одного раненого, ни одного убитого. Стали спрашивать. Начались люди грамотные, начались волшебники и говорят. Непобедимый народ. Почему? Они Бога любят. Надо сделать, чтобы согрешили. И Бог отвернет от них лифт. И тогда мы начнем их рубить. А как? Ну, кто воюет? Ну, молодежь. Молодежь к чему склонна? К блуду. Найти всех красавиц в стране. Выставить их при шатрах своих. Чтобы они видели их. И чтобы легко заводили флешки. И чтобы денег не брали. А сказали, вот мясо лежит. Положи на жертву. К нашему Богу моло. И они пошли. Израиль захлебывается в слезах. А в это время княжеский сын, княжескую дочь язычников заводит шатер. Не убей написано. Но Финес встал, взял копье, откинул шторку эту в шалаши их. И одним ударом двоих пригвоздил к земле. И Господь говорит, вовеки от тебя будут священники. В другом месте человеколюбие показывает царь. Отпустил плененного царя. И пророк ему говорит, вместо него ты пойдешь. Вместо его жизни твоя будет отнята. То есть одно и то же событие. Убийство. Бог рассматривает во свете Святой Библии, которая нам дана. А не так. Не убей. Прямое повеление дано. Иногда. Я не говорю убивать. Это Ветхий Завет. Считаем филиппийцам 1.28. Настройтесь на страх. Мы должны отделить страх Божий и человеческий. 1.28. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть признаменование погибели. А для вас спасение. И сие от Бога. Вот на доето же событие. Это признаменование погибели. О многом говорят сегодня. Какие системы. Что за... Какой поварутый история сделала. Мы должны твердо знать. Ничего в мире не может произойти без воли Божьей. Он и допустил Бог. Будут моры, глады, умирать люди. Ты ни к чему не прислоняйся. Мой Бог сильнее всего. Если он не пощадил ради нас сына своего. Как он не справится с обстановкой. Ты только молись. Доверяйся Богу. А вот дети теперь как? Вот с ними что-то будет. Доверься Богу. Мы тоже были дети. Пришли к концу. И как могли сохраниться? Вот нам пример. Сохранились. Сегодня сказать, что они делали. Я рассказываю, что наша мать работала. Так это надо, наверное, вот этот угол. Женщины все были. Доярка. 12 раз в день. Вручную. 12 коров подаете. И это не все. В ночь они крутят. Левитон такая машина. В две женщины. Она вот, которая все у вас трясет решетом. Эта машина делала такая. Вручную все. На ворох упали пшеницы. Там ночевали. Смотрят на небе, звезды знали. Арион называлась Кичи. И скажут, девки, а вот уже четвертый сейчас идет. Надо коров доить. И жили не нашу жизнь. Поэтому, как бы тебе трудно ни было, ты можешь сослаться на своих родителей и прародителей. Кем они в войну были? Как они все перенесли? Главное сохранить веру. Не злословить вышестоящее начальство. Об этом говорится при мудрости Соломона 6.5. Страшный скорый явится он, Бог. И строгое взыскание будет с правителем мира. И будет особое взыскание. Какие законы принимали, почему, для чего. Но ты только молись. Доверься Богу. Еще просчитаем. Евреям 10.27. Послание к евреям из 14. Единственное, которое Павел подпись не поставил. Везде Ра Божий Павел. Ра Божий. Здесь нету. Мы только по смыслу должны принять, как церковь приняла. Что именно и он писал. Он знал, что его имя, когда они услышат, они говорят, не надо мне это. Есть такие, которые ко мне не расположены, а книги у них в руках остались. Я их туалет пользуюсь. А у меня в каждой книге 3000 ссылок на Библию. Ненависть полностью отняла разум. В это вот время пришло такое, верующие люди. А он такой, просто отношение ко мне перекидывает на книги, на Слово Божие. У мусульман, если в газете хотя бы раз упоминается Аллах, а ты бросил в корзину эту газету, тебе грозит страшное испытание. Я их законы немного изучил и скажу, что правильно. Поэтому, если что-то божественное где-то есть, икона потеряла лиг, сожги. Больше ничего не надо, чтобы она не была поругаема. 10.27 Но некое страшное ожидание суда и ярости огня готово пожрать противников. Это те, которые были верующие, отступили, которые живут не по Евангелию, презирают храм Божий, не причащаются. Для них ничего не осталось на это страшное ожидание огня Божия. Кем бы они себя ни показывали. Бойтесь Бога страшного. Его имя страшное с большой буквы. 10.31 Я просто отсылаю к авторам этих книг, и мы склонимся и скажем Аминь. Страшно впасть в руки Бога Живого, когда Бог полагает на сердце, когда пробуждает совесть. Нет отдохновения ни днем, ни ночью, а ты это сделал. С нами, чем угодно Бог будет тебя тревожить. Страшно впасть в руки Бога Живого. Страшно, но это не конец. Покаяние изглаживает все. Для этого Бог дал священникам право прощать. Кому простить и проститься. Неумедли. Скажи людям, куда они должны прийти. Эта неделя у нас последняя перед крещением. Люди приезжают с разных стран. Их останавливают. Они не могут пробиться сюда. Сколько людей было бы. Вы помните, из Ливана у нас вот сестра Елена принимала крещение. Лива были из Италии, из Германии, из Франции. Я уж не говорю, Украина, Белоруссия, Казахстан. Это соседи наши. Псалом 64,6. Мы вводимся в молитвах. В Псалтире обратимся. Чего она нас учит? Страшный в правосудии услышь нас, Божий Спаситель наш, Упование всех концов земли и находящихся в море далеко. Ну, в завете мы знаем. Господь есть Бог. Господь есть любовь. А здесь говорится страшный в правосудии. Я ищу справедливости на земле. Бог не сказал ее искать. Люди, которые так говорят, они не знают, Что если по справедливости, то мы даже на земле не должны быть. Ни живые, ни мертвые. Или он в ангелах усматривает что-то. И говорит, на солнце есть пятна. Только одно я грешен. Прости, благослови, исправь, очисти. 67-36, Псалом. Я всегда интересуюсь. Где он писал-то? В пещере прятался? Или когда царем был? Страшен ты, Божий, во святилище Твоем, Бог Израилев. Он дает силу и крепость народу Своему. Благословен Бог. Можем ли мы это сказать? Страшен Бог. Услыши нас. И сделай, чтобы здесь был мир. Не было грядительства. Мы каждый день молимся. Господи, сохрани жилища наши. И селение потеряем Бог. От чего? От воров. От нечистой силы. От тех, которые же сотворят благота огня. От пожара воров нечистой силы. Включите это себе в молитву. Сколько уже горело везде и внутри. И все Бог сохраняет. 88-8. Это малая счастье того, что Давид говорит. Страшен Бог великом сонми святых. Страшен Он для всех окружающих Его. Это на небе. Здесь, на земле. Перед Богом склони голову. От изыщества сейчас появилось. А вы рабы. А мы свободные. От чего свободны? От праведности. Апостол Павел пишет каждое послание. Говорит, раб Иисуса Христа. Петр пишет, раб Иисуса Христа. Иуда, Иаков. Все начинают послание раб. Быть рабом в винограднике Божьем. Это высшее, что дано. А человек обещает свободу, будучи сами рабы тления. А в вакуум 1-7. Страшен и грозен Он. От Него самого происходит суд Его и власть Его. Эта речь говорит о том, какая будет война. Говорится прямо, указывая на людей, которые Бога истинного не знают. Совершенно по-другому рассматриваете. И дальше говорит, жены вы и токите. Девицы ваши пойдут в чужие руки. Потеряете родину. С Израилем все это было. Бог предупреждал, страшное будет нашествие на Иерусалим. Бытие 20 и 1-й глава. Когда появился этот страх? Еще в районе Бог уже, по-нашему сказать, предупреждает Адама и Еву. Сначала говорит Адаму. День, в который вкусишь, смерть и умрешь. Понимал ли Адам? Никогда. В Адаме все умирают. Как это? Смерть перешла всех. Твоя сын есть, дочь, они стареют, стареют. Твоя часть смерти тоже так же идет. И умерла уже из-за Адама греха. Даже праведники в это число. Больше 100 миллиардов людей. У Бога другое исчисление. И мы должны сказать Аминь. Молитвы, где считаются, ты согласен, говори Аминь. Дострашаться и дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные. Все, что движется на земле. И все рыбы морские, ваши руки отданы они. Бог положил. Стальные рыбы боятся человека. Скотина любая. Маленький ребенок лежу, выгоняет скотину. Маленький совсем. Какая-то хворостинка. Большой бык разворачивается, бежит. Что у него в глазах он кажется богатырем? Бог вложил. А тебе только один. Все будет бояться вас. И ты должен это принять как царь. Храни тебя. Бог мучит скотину. А я это здесь вижу. Вижу, работаем мы рядом. Я говорю, во сколько вы гоняете? Восемь. Уже одиннадцать часов. И все еще не пасут. Он притулил его к лунду. Стоит вверху с хворостиной или с бещом. И коровы никуда не могут пойти. Я в конце концов пошел. Вот что ты делаешь? Правильник, милый, скоты свою. Посмотри, сколько зелени в лагу. Ну отпусти скотину. Давай попятимся. Помолимся с тобой. Отвел его в сторону. Коровы сразу поднялись. Пошли на корм. Да еще на 28 минут раньше загнал. Это же валюта ваша. Почему с ребенком не пройти и все не рассказать? Нам отец рассказывал, какая трава, в какое время. Здесь хотя бы один раз пошли ребенку указали. Он маленький, он не знает. Ему главное, чтобы они не разбежались никуда. А в глазах коров, он может быть богатырь какой-то. Да его любой тереный забодать может. В книге Евуа, в одной книге, 13 раз говорится о мудрости, что Бог не лишил нас мудрости. Склоняясь перед Богом не мудрствовать, а написано, открывайте свои желания перед Богом. Не только заученные молитвы. Не прибавляй к словам его и не убавляй, что Бог не наказал тебя. У нас и добавляется, и убавляется. Я уже говорил, что именно. И не сместно. Я даже батюшке говорю, ты веришь, что написано в Евангелии, это Слово Божие? Конечно. Но ты считаешь и написано, ученики просят, научи нас молиться. Ну и Христос слышит эти слова? Слышит. Только не обижайся, я спрашиваю тебя. И он говорит, как я научил молиться, так научи нас, Господи. И он никакой молитвы не считает, считает очень нашим. Ты ее слышал? Не в вашем поповском варианте, в монашеском. А как Бог сказал, и сказал это мои слова. Не прибавляй к нему, чтобы я не наказал тебя. И не обречил тебя, и ты не оказался лжецом. Притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. И ты окажешься лжецом. Ну считай. Он начинает. Твоё есть царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и призна. Где ты нашёл Отца и Сына и Святого Духа? Открой Библию, посмотри хоть раз. Я уж сколько раз тебе говорю. А я не могу, так уж занаряжено. Всех священников взяли под это. Нету там этих слов. Ни одной буквы, за кого он говорит, не убавляет. И ни одной не прибавляет. Там великая мудрость. А как написано? Ибо твоё есть царство, и сила, и слава, и Боби, и Аминь. Всё. Мы вели, когда батюшки нет. Вы считаете всего и медитая. Зачем прибавлять? От страха перед Арием. Троица не признавала. В других местах считаем славу Сыну и Святому Духу. Зачем? Я никакого ответа. Я священникам, архиереям задавал вопрос. Вы можете вернуть к первоистоку, чтобы нам с вами не быть лжецами? Ну, кто же хорошие слова? Итак, Христос сказал нехорошее, это да, если хорошее. Вы добавляете к словам Христа. Вы видите, когда-то это было хиерея, теперь, говорю, наш, мы ему не принадлежим, но дружеские отношения позволяют сказать. Метрополит. И он просит сказать слово. А батюшка только покороче. Считает проповедь Анна Затауста, брат наш, здесь. Батюшка вышел только покороче. Мы что делаете, говорю? Почему? Ради хиерея. Откуда ты знаешь его настроение? Он устал. Нигде в Библии не написано, что архиерея устал, это слово Златовуста можно сокращать. Рубят прям буквально. И никто этого как будто не видит. Я это сказал архиерею. Вам это нравится? Чтобы вам было больше внимания, чем в Библии, Духу Святому и Златовусту. Никогда. Батюшка, ты не угодил даже ему. Я говорю о священнике, который не пьяница, не развратник, хороший и добрый, но ничего не может сделать. Он в этих оковах поповских. Молитесь об этом. Чтобы как-то было по-другому. И особенно я напоминаю спасички, которые у него. Откуда вы взяли это? Посравляет свой волк. Сама природа учит. И вы даже природу не слушаете. Уже не один раз говорил. В интернете все говорят. Лучше вашего священника не знать. Зачем он косичку эту носит? Подкрасится ночью от встреч? Не знаю. Ну, Бог говорит. Бог говорит. Если мужчина растит волосы, то это бесчестие для него. Это мой родной брат. Он пришел через мою проповедь, через Слово Божие. А теперь он мой духовный отец. Я уже через священника, который здесь был. Который его слушает. А у него нормальная стрижка. Я говорю. Ты как? Выбери момент. Да поговори с ним. Ну, как-то. Но это не нужно никому. Кому ты там едешь в монастырь и бабкам к этим нужно? А там разве такие волосатые есть? Там по прищам у них грива. Ну, это один раз услышал. Да и вопросов никаких нет. Не сама ли природа? Уже не святые отцы, не Библия. Природа учит. Мы природу попираем. По природе мужчине Бог дал городу, женщине не дал. А сегодня эти все могут переделать. Считаю. В Салут 110. Начало мудрости страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Асерахов говорит, и венец мудрости, страх Господень. Экклесиаста 12.13. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Все для человека в этом. Бойся Бога и заповеди Его, а не тех, которые люди написали. Так это же собор, я не знаю кто, даже не говорят. Не важно перед Богом, собор или мусор, ссор. Бог сказал, и на этом все стоит. Я вот, я говорю, занимаюсь 8 слов к иудеям. Говорит Иоанн Завута 8. 38 раз надо Библию открывать. Да и записали это еще не все, потому что скорость. Ну как ты быстро не пиши, это же не на машинке печатать. Иван Гелядиана 5.44. Мы, наверное, откроем 22 раза всего только. И то нарушат обительность. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые единого Бога, не ищете? Это Христос говорит людям верующим, избранникам. Друг другу угождают, любят, расстилаются перед Ним, а единого Бога не ищут. Вы помните, здесь, когда приезжал митрополит, я говорю, смотрите, как, считаем 20 глава, Павел прощается в Деньях Апостолов, и преклонили колени, и молились, и плакали. Падали на шею Павла, прощаясь с ним. Вы можете это сделать? Ну помните, я за столом стоил, он говорит, а почему нет? И когда он пошел, мы расстелили палатку. И все столились, и священники, и там семинаристы, и кто приехали. И мы это послали патриарху. И у нас здесь есть человек, который лично сам полез в патриархию. И с ним, с того, как мы стоим, все боремся. Это чудная картина. Ну давайте глянем в Библию. А я говорю, а только колеса машины кланяются, и все. Он живой. Я говорю, владыка, простите, там прощались, знали, что он никогда не вернется и плакает. Мы плакать не можем. У нас одна только радость от вашего посещения. Псалом 2.11 Служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. И радуйтесь трепетом, даже перед Богом. Иона 1.10 Ладно, 1 Петра 1.17 Ну я назвал, но можно найти будет. Там со страхом. 1 Петра 1.17 И 18. Два стиха. И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, То со страхом проводите время странствования вашего, Зная, что не тленным серебром или золотом Искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, Но драгоценную кровью Христа, Как непорочного и чистого аргенца. Зачем тебе угождать тому, который попротив Писания? Мы искуплены, мы другие, мы обновленные, мы избранные. И ничего Бог не отнимает, только прислушайтесь к Его словам. Они будут на суде Божьем. В 12.48 Евангелие от Иоанна Иисус говорит, Слово Мое, с большим луком Мое, Которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Звучите это наизусть. Я не говорю, что там лезьте к священнику и говорите, Хотя вы молитесь, а знаете о чем? Скажет за вас кто-то. Иуда, 1.23 Еще два места. Иуда, апостол, святой. Самое грозное послание, Может быть, во всей Библии. Коротенькая, одна глава. Как он называет людей, которые они говорят? Страшно сказать. А других страхом спасайте, И сторгай из огня. Обличайте же сам страхом, Внушаясь даже одежду, которая осквернена плотью. Не надо ничего добавлять. Было у нас такое, в общем, Человек пал в грех. Показали, в кочегарке раздеваться, зайдешь. К одежде нельзя прикасаться. Вообще выполнять очень легко где-то. Проходит время, и питьемья выполнена, Человека принимают. Зачем по-другому делать? Это только не верить заставлять. Слово Мое, Мое. Господь говорит, оно будет судить в последний день. Все сгорит. Ничего на земле не останется. Будет одно Евангелие. Я видел, я, говорит, ангела, несящего по небу вечное Евангелие. Поэтому вникайте в него, узнавайте его, поступайте по нему. Ефесянам 6.5. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего ко Христу. В арабологической сестрой был. Победуете в пределах, не противоречивая Слову Божию. Апостолов призвали, били, не запретили ему обговорить. Они говорят, а кого больше слушать, Бога или вас? Вот нам есть ответ. Благословен грядущий во имя Господне. Слава Иисусу Христу и Святой Троице во веки веков. Аминь.